Смотрю я на это все и понимаю, что я хочу дом с лужайкой. Небольшой. Всем привет не из Крыма. Привет, друзья. Из Анапы. Привет из Джимете. Да, мы выехали на материк наконец-то. Давно здесь не были. В прошлом году были их 8 марта. И все. Выехали благодаря подарочному сертификату от Кува. Что такое сервис Кува? Это предоставление подарочных сертификатов на отдых в отелях по всей России. Их очень много. Основная масса сосредоточена в Питере, Подмосковье, но есть также на Алтае, на Байкале, на курортах Краснодарского края, как вы видите. И в нашем любимом Крыму. Это очень здорово. А самое главное, что? Что такой подарок будет очень полезным тем, кто любит отдыхать и кто находит причины этого не делать. Потому что если вы человеку подарите такой сертификат, он будет просто обязан отдохнуть с хорошими условиями, с такими, какие нужно ему и в то время, и в том отеле, который он выберет сам. Потому что этих отелей очень много и они на любой вкус. Есть спа-уклон, да, с огромным количеством спа-услуг. Есть загородные, тихие, красивые, необычные какие-то отели, да, для уединенного отдыха. Есть все включено, как мы приехали в этот раз в Анапу. Мы очень хотели посмотреть, как это все вообще происходит в Анапе. Это все включено. Можно подчеркну. Человек, которому вы подарите сертификат, выбирает сам отель. В каждом сертификате десятки отелей на выбор. Выбирает сам даты для отдыха. И у него есть два года, чтобы использовать сертификат. Да, активация в течение двух лет это супер. Вы можете подарить сертификат на двоих, либо на всю семью. Подарок поставляется в красивой упаковке. Ручной работой. С красивым конвертом, оформленным. Его можно пощупать, да, можно просто, конечно, подарить по интернету, но это будет не так. Да. И человеку, получателю подарок, остается только активировать, наведя QR-код и все. И бронируешь свои любимые даты и отдыхаешь. Сервис проверенный. Мы проверяем все, что рекомендуем вам. В общем, если вкратце рассказать о нашей поездке, то она получилась, можно сказать, совсем неудачной. Удачной. Я немножечко отошел, потому что я вообще слег здесь. Короче, Славик заболел. Это наш последний день, мы сейчас уже уезжаем. Получилось так, что погода была отвратительная. Было холодно. Я вот приехала в шортах и уезжаю в шортах. Все остальное время я ходила в джинсах, в кофте. Да, мы заселились. Я на спортивном костюме. Заселились в отель, все включено, где бассейн есть и даже ни разу не купались. Да, причем люди, которые там отдыхали, они до этого были, плавали, купались. А в эти дни вообще никого в бассейной зоне нет. Это впервые, когда мы приехали в отель, и мы не искупались в бассейне. Это да. Причем Яна так просилась, но было реально холодно. Так, заселение. Ну как вам домик? Такой сруб, посмотрите. Класс. Ух ты. Хорошо. Холодненький пол такой. Бросай его, да. Давай, знакомься. Это твой новый дом на два дня, Федор. Тебе нравится, мальчик. Все хорошо. Так, дверь придется контролировать, что кое-что куда-нибудь не зашел. Не выбежал. Большая кровать, док-место. За собаку мы заплатили тысячу рублей за два дня. Санузел, раковина, душевая кабинка. Все, что нам нужно. Давайте скорее посмотрим, что такое Анапа. Все включено. В Крыму мы уже смотрели. Давайте теперь проверим здесь этот цель. У нас окно выходит на бассейн. Здравствуй, ужин. Яна, давай, бери по-другому, что ты прыгаешь. Так, друзья, приятного аппетита нам. Тут еще вот пивасик наливают, венчик. Все включено. Девочки, мальчики. Ну что, друзья, мы немножечко обосновались, поели. Теперь решили пройтись по территории Дель Мар. Мы теперь вам будем показывать чаще отели те, которые принимают именно с питомцами. Это наша первая вылазка куда-то, да, вне дома. С ночевкой в другом месте, в каком-то отеле с нашим Федичкой. Ну и так получилось, что первый, получается, отель, в который мы заселились, находится в Анапе. Представляете, друзья? А все благодаря сервису Кова. Сейчас уже почти 7 часов вечера. Конечно, у бассейной зоны уже никого нет, потому что стало довольно-таки прохладно. Днем была очень сильная жара. Но мы все равно сейчас пройдемся вечером. Здесь у нас столовая, мы уже здесь ее показывали. И весь отель представлен вот такими коттеджами, двухэтажными, на несколько номеров. Все очень миленько, так зелено. Уютные домики такие из сруба. Получается, на 4 комнаты, да, Томик? Завтра нет, мы нельзя бассейн, мы к морю пойдем, сходим. Это же пески джемете, это же золотые пески. Садыгского или адыгейского, как правильно называется, я не знаю. Джемете переводится как золотые пески. Так что тут все очень просто. Ох, мальчик 8 килограмм весит уже. О, кстати, нормально. На плечо, если взвалить, нормально, да? Да. Все, давай вниз. Вниз ставь его. Да, снимай. Ой, я не могу. С этим бобиком, это что-то. Говорят, мы в этом сезоне первые с бобиками приехали. Глицинник, красивая. У нас тоже Ялта вся уже почти отцветает, можно сказать. У Федоркина такие большие уши, что он может летать. Мы уже летаем в небе. Ой, мой собакин хороший. Хороший мальчик. Ты куда полезла Яна? Вернись. Куда там Яна полезла? И я скажу, хочу. А я туда не допрыгну. Ну как так? Скажи, ну так высоко я не могу. Федор, скажи, где она? Ага. Первый раз спустила с поводка Федора. Ну он не с поводка, если что, наступим. Ну если что, наступим. Но пока он не понял, что он совсем на свободе. Ой, ты что огрызаешься? Ты что огрызаешься? Да, классно, что здесь можно помотаться с мачкой. Вообще, это очень круто. Детей заняли лепкой. У нее температура и жидкий стол. Ну что, ну как есть. Ну слава богу, мы в Анапе. И здесь на каждом углу вроде как аптека. Сейчас посмотрели, 5 или 6, 200, 300 метров. У меня с утра началось это самое. А под вечер уже температура. В общем, набрали таблетонов. Будем, наверное... Как заправские отдыхающие. Сразу приехать. У нас обычно, знаете, как на сезон приезжали? Все лечили ангины и все лечили срачки. Это стандарт. Короче, будем восстанавливаться до завтра. Сегодня что-то нам не везет. И холодно. Приехали как-то в конце мая. Еще и дрон здесь поднять проблематично. Здесь с аэропорта рядом. Вообще труба не везет что-то сегодня. А я тут пошел что-то в душе там. Может завтра повезет. Что ты там в душе делаешь? Купаться пошел? Ну что? Коматозник. Лежишь? Под одеялом лежу нормально. Начинаю вылазить с под одеялом в туалет. Начинаю меня трясти вот так, коматозить. Ну потому что, во-первых, в туалете прохладненько. Ну и температура небольшая. Давай, что ты мне принесла? Целительница. Это тебе. Самогона. Да, самогон именно. Смотри. Но многие говорят, что самогон помогает. Давай, пей мой зайчик, пей. Завтра будешь огурчиком, надеюсь. Хорошо. Браво. Поснимали она. И переживаем, как бы Юле с Яной не передалось. Походу, ротовируску где-то хапанул. Ну что, друзья мои, второй день в отеле. Как мы его проводим? 11 часов дня. Все по койкам. Вячеслав продолжает есть таблетки. Мы просто с Яной лежим. И посмотрите, что у нас за окном. Чтобы вы понимали, прохладно. Возможно, даже дождик пойдет сегодня. Какой-то капец. Вот тебе и курорт Анапа нас встретила. У нас такого вообще еще не было. Такого отдыха мы еще не встречали, да, Ян? Чтобы так все сложилось в какое-то, блин, отрицание полное. Надо сходить на пляж. Думаю, сейчас придем на пляж. Там еще и дождь пойдет, нас намочит. На свой страх и риск выехали на пляж Джимите. И пошел дождь. Подъехали к пляжу. Ветер усилился, дождь тоже. Капец какой-то. Это просто вот суперневезение, издевательство. Вот как можно было приехать в такую суперклассную погоду? На два дня и так попасть. Вот просто приехали специально на пляж. Целый день хмурилось. Попытка прям вот шепчет, пойдем, пойдем на пляж. Да. Так, тут идет подготовка сезона еще в Анапе. В принципе, нет. Да нет, потому что просто погода такая ревняная. Магнит на набережной ездила. Аккуратно. Смотрите, как хочет собака на море пасуть. А покупаться будет? Да как покупаться? Ты шутишь, что ли? Да нет, скажем. Да если не может быть. И так, золотые пески. Ого, это так море размывает, прикинь. Летры, море. Может они это все равно как-то ставят, консервируют? Да. Ну, сейчас будет, да, как чумазая зараза. Надо в номере не шапку. Никогда тебе на ныне на пляж доехали. Дорожки сделали. На сезон. Да, прикинь, на Невина пляжа. Я слышала, что все пляжи Анапы, от Витязева до самой Анапы, да, то есть у Невитязева и Анапы будут в одном стиле. Вот, видимо, такие вот беленькие. Ну, понятно. Деревянненькие. Красиво. Ну, все, поедем в Фикс Прайс. О, а вот самолеты летают. Здесь каждый час, наверное, летают они. Ну, шо, Фикс Прайс. Очень длительный, продолжительный, красивый пляж. Я хочу на солнышко еще. Стоимость проката одного шезлонга с 20 мая по 31 мая 200 рублей. С 1 июня уже 300 будет. Все, девчонки, пошли в Фикс Прайс. Мы с Федором ждем. Я терплю, а шо делать? Пусть хоть порадуются. Хоть чему-то, Фикс Прайс, наш любимый магазин. В конце, значит, территории. Есть такая полянка, где можно Федора выпустить. Мышево без поводка сейчас не пускаем на улицу нигде. А здесь он вон бегает, прям, смотрите. Вообще чудесно. Чудесно. Большая такая территория. Забором ограждена. Но, правда, можно, конечно, убежать и сюда. И туда, откуда я пришел. Ну, все-таки, сколько уже у нас Федор? Сколько у нас, кстати, Федор? Два месяца уже? Да. Два месяца. Четыре месяца ему, да. Погодка все равно не радует. Хоть и немножечко солнце вышло. Все затянуто. Сегодня дымка скорее, да? Море греется. Но купаться еще в бассейне некомфортно. Едем сейчас по Пионерскому проспекту. Хотим немножко проехать и выйти на пляжик. Потому что не возле нашего отеля. А нам надо немного дальше в сторону Анапы. Потому что мы хотим еще захватить Анапу сегодня. Проезжаем мимо аквапарка проехали. Кругом одни отели, новостройки. Такое вот джеми-те. Мне нравятся в едином стиле такие заезды. Джеми-те один, раз так. Арочкой такой красивенькой. Также в других местах тоже. К санаторием такие же проезды. Куча курортных товаров. Что-то работает, что-то еще не очень. Овощи, фрукты, шляпки, купальники, прочие игрушки. Он написал, столько гостевых домов. Столько. Да, здесь очень много. Но это вот как курортные поселки. Видите, вот же мете. В общем, вдоль пляжей располагается очень много инфраструктуры разной. Столовой, магазинов и т.д. и т.п. Сейчас просто забежим, посмотрим на пляж. Наконец-то, знаете как, погода улучшилась, а мы уже уезжаем. Так, ну вот практически все. Выехали на пляж, дальше уже пешеходная зона. Надо только паркануться и все. Смотрите, тут прям что-то строится, прям на пляжике. Еще будет одна гостевая. Ну, а ты чуть ближе сюда парканись и все, нормально. В общем, там при нормальном входе есть дорожки деревянные, беленькие, красивые. Но мы тут поставили машину, решили уже по дюнам, так сказать, пройтись. Вообще, тут такая длинная береговая линия, не знаю, километров 10 минимум. Вот этих песков. Ну да, на пол. Смотри, сколько людей там. Наконец-то, хоть чуть-чуть чего-то солнечного и пляжного. Отъехали чуть-чуть дальше от отеля, потому что там аэропорт и вышка прям стоит. Может, здесь сейчас немного полетаем. Его можно рыть, Федор. Ура! Хоть дождя нет, слава богу. Солнце не яркое, но я уже как бы в шортах сегодня, по крайней мере. А то два дня проходила в джинсах, потому что был дубарь. Безобразие. А так-то выглядит все очень даже неплохо. Широченная территория. Огромное количество песочка. Он, правда, сейчас мокренький. Дождик шел. Но мелкий песочек приятный. Куда-нибудь вдаль пошли, чтобы не было людей. Тюнивые навесы есть. Где-то сосредоточены уже лежаки так активно. Где-то еще пустуют место, конечно, потому что, видимо, погода была плохая. И туристы еще отдыхающие не в полной мере ощутили в прелести отдыха у моря. Моречко штормнит. Немного волна идет. Ну, кто-то заходит так вот по колено, по пояс. Ну, так, чтобы прям купались сильно, плескались, я не вижу. Приятно пахнет морем. Дальше там Анапа где-то в дымке. Людей уже все-таки так приличненько. Вот в ту сторону смотришь. Как-то, может быть, и кажется, из-за того, что далеко, где-то там их много. Я сейчас стою в месте, где вообще никого нет. Видите? А, сейчас наша всяка вымажется. Будет мокрая сейчас песка, она нацепит на ноги. Будет трэш. Ну, что мне нравится? У него прекрасная шерсть, она сама очищается. Он высыхает, раз, трусил это с себя, и он чистенький. Если уж совсем в грязюку не вляпается. А он вляпается обязательно. А он обязательно вляпается в грязь всю, да, малышка? Да мы в море были. Я видела. Холодная? Я бы еще не купалась. Ты бы еще не купалась? Нет. Но уже не совсем, ноги ж не сводят. Тут, наверное, градусов 17 уже вода должна быть. Да, да. Тут же море как бы неглубокое. Хорошо, места много. Есть где разгуляться. Тебе нравится песок? Поедем потом в Евпаторию куда-нибудь, да? На наши пески, на белые пески. На Беляус поедем. Скоро с палаточкой. Яна там борется с морюшком. Красиво волна накатывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Тут вообще кони ходили. Капец. Так же потом не говорите, что тут собака гуляла. Тут лошади серо. Палач, он меня раскапывает. Он тебя спасает. Говорит, Яна, где твои ноги? Они у тебя провалились куда-то? Федор, Федор. Что это такое там? Ой, смотри, Федор, копай на доску активнее. Смотри. Чипедео спешат на помощь. Давай, 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 рой. Наконец-то. Дошло, что можно рыть. Скажи, в Ялте не пороешься. Там одни камни. Ой, фу, весь нос. Яна забивается. Давай. А сюда. Ай, чекотно. Больно. Видишь, он тебя спас. Молодец. Ай, хороший парень. Встретили ребят. Ну, они подошли, собачку погладить туда-сюда. Говорим, отдыхайте. Они такие, да. Мы говорим, а в Крыму где-нибудь были? Говорим, да мы сами из Крыма, из Севастополя. Представляете? Приехали в Анапу. Мы говорим, а мы с Ялты. Подумали, подумали и решили, что все-таки наши пески белые, штормовое, поповка, покруче будет. Единственное, тут очень широкая такая территория. Ну, вот мы, как, знаете, крымчане сошлись во мнении таком. Скорее, давай, давай. Улегся, скажи. Еще надо подкопать. Больно. Вот здесь. Нашли, смотрите, паспорт объекта. Как должен выглядеть этот пляжик. По крайней мере, участок. Пальм понатыкивали, типа, такие. Но благоустройство еще не завершили. 1 мая обещали, не успели пока. Что-то не успели пока, да. Приносят извинения. Отдыхающих в отеле не так много было. Ну, как бы, там обычно шведская линия. Ну, у нас тоже она была. Но, как бы, не такая богатая, знаете, как когда полностью отель забитый. Ну, все очень вкусно. Я пробовал так хорошо в первый вечер, да. На следующий день, понятно, у меня было уже, режимное питание. Да, но мы голодными не ходили, было все очень вкусно. Да, что самое главное, можно отдыхать со своим питомцем. Но он не должен превышать 6 килограмм. Хотя у нас Федор 8. Ну, он такой милый, что мы его там все прям обласкали. И мы в этом сезоне первые с питомцем заселились. Поэтому, наверное, закрыли глаза. Хотя, что по нему скажешь, 6-8. Ну, да, где 6, там и 8. Да. Слушайте, а еще женщина говорит, помнишь, да вам надо оставаться тут. Оставайтесь аниматором работать. Так все, смотрите, все вокруг детки столпились, все радуются, всем весело. В общем, отдых, конечно, у нас был не отдыхом совсем. Было ужасно просто невыносимо. Юля чуть ли не плакала, когда я лежал там и вообще все было. У нас были очень большие планы на посещение в Анапе некоторых мест, но, к сожалению, это все мы профукали. Ну, ничего. Кто-то не мыл руки. Вернемся, мы еще вернемся. Ну, а мы заканчиваем свой блог. Напоминаем за подарочный сертификат КУВА. Успейте приобрести сертификат до 30 июня и получить хороший бонус в виде скидочки. По промокоду КРЫМ. Все, всем пока. Всем пока, до новых встреч уже в Крыму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок